ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Постепенно активные участники событий уходят из жизни, но интерес к тем трагическим дням не утихает. Люди хотят понять, как же рухнуло огромное государство. Геннадий Янаев занимал когда-то уникальный пост в государственной иерархии. При первом и единственном в истории президенте Советского Союза Геннадий Янаев был вице-президентом. Он пытался спасти Советскую империю, но вошел в историю как заговорщик и мятежник. До августа 91-го Янаев успешный партийный функционер и высокопоставленный чиновник. После у него скромная жизнь обычного пенсионера. И сигареты «Союз» это не из-за принципа, а ради экономии денег. Янаеву часто приписывали поступки, к которым он не имел никакого отношения. Вызывает меня Горбачев и говорит. Вот сейчас этот анекдот уже начинается. Ты должен возглавить гостелерадио СССР. Я говорю, ну как? Как я могу гостелерадио СССР возглавить, если я ни одного дня не работал ни журналистом, ни корреспондентом? Кем я приду? Комиссаром в Кожанке туда? Ну это же дискредитация идеи. С большим трудом, с помощью товарищей из политбюро мне удалось отбиться от этого предложения. Проходит еще какое-то время, собирается съезд Компартии России. И он мне говорит, ты будешь первым секретарем ЦК Компартии России. После этого, после того, как я провел соответствующую работу с первыми секретарями обкомов партии, обегав их всех и сказал, что ребят, не надо этого делать, замотали этот вопрос. После этого возникает 90-й год. За пять минут до того, как он уносит предложение о вице-президенте, он меня предупреждает об этом. Трудно поверить, что когда-то Геннадий Янаев олицетворял все зло Советской империи и был хоть и формальным, но главой заговора коммунистической элиты. Тем не менее, 19 августа 1991 года Геннадий Янаев подписал указ о своем вступлении в должность исполняющего обязанности президента СССР в связи с болезнью Михаила Горбачева. В СССР образован Государственный комитет по чрезвычайному положению. Семеро высших чиновников Советского Союза заявляют о переходе всей власти в руки ГКЧП и о введении в стране чрезвычайного положения. Исполняющего обязанности президента СССР в СССР государственный переворот. Геннадий Янаев утверждает, что узнал об образовании ГКЧП одним из последних, и его долго уговаривали возглавить комитет. И на самом деле, чрезвычайное положение в Советском Союзе могло быть введено значительно раньше, по крайней мере, к этому готовились. Документы, которые мы приняли 18-го числа ночью, это не неожиданные документы. Это документы, которые готовились для Горбачева по его поручению, когда он давал поручение Павлову Пуга Язу подготовить варианты введения чрезвычайного положения. Ему эти бумаги были подготовлены. Он в присущей ему манере сказал, да, пусть полежит. Тогда же стало окончательно очевидно, что политического ресурса у автора перестройки практически не осталось. По крайней мере, на выборах российского президента противопоставить Борису Ельцину Кремль ничего вразумительного не смог. 12 июня 1991 года. Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Роковой для Михаила Горбачева день. Правда, Геннадий Бурбулес, который возглавлял предвыборный штаб Ельцина, говорит, что демократы были пока не готовы окончательно отказаться от президента Советского Союза. Что касается планов наших, то они не были такими глобальными в июне 1991 года. Я совершенно ответственно заявляю, что никогда не обсуждалась нами детальная программа свержения Горбачева и как бы ликвидации Советского Союза любой цены. Но Михаил Горбачев чувствует холодное дыхание новой элиты. Он предлагает подписать новый союзный договор. Горбачев готов договариваться. Он готов пойти на серьезные уступки и отдать национальным лидерам столько власти, сколько им необходимо. Только вот старые товарищи по партии этого не хотят. Они устали и от перестройки, и от ее автора. Уже был назначен съезд партийный и съезд народных депутатов. И все мы точно и твердо знали, что Горбачева там не будет. Это... Ну, у нас просто не было никаких ни у кого в этом отношении сомнений. Потому что он был уже помехой всем. В таком случае, как... Он пришел, и у него это бывают, эти вспышки красноречия. И он действительно выпорол этих людей в присутствии всего Верховного Совета. И они, как эти самые, лапками замахали. И он опять считал, что он победил. Горбачев нас вызвал, всех членов будущих ГКЧП, и решил устроить нам разнос. Что это такое? За моей спиной Верховный Совет обсуждает эти деликатные проблемы. Тогда мы ему все сказали, Михаил Сергеевич, если нам нет доверия, мы немедленно готовы подать в отставку. Да вы что? Мы должны дружно работать, страна в трудном положении. Давайте будем вместе работать. Постепенно друзья-единомышленники начали расходиться и разошлись, вплоть до того, что одни оказались заговорщиками путчистыми. А третьи разрушителями Союза. Открыто с товарищами по партии Горбачев пока не конфликтовал. Он не хотел, чтобы ему помешали вести активные переговоры с лидерами республик, которых он часто собирал в Нового Огарёва. Он уже не сидел спустя руки, он все время действовал. Он, конечно, уверовал в этот самый Нового Огарёвский процесс, что это спасет все-таки страну от раскола. Готовился всерьез этот Союзный договор. Его обсуждали, он рассчитывал, что вот примем, подпишем Союзный договор. И тогда все более-менее станет на свои места. А я выступал за Союзный договор, за сохранение Союза, Союзного государства, президента, парламента. И не только я. И Ельцин завизировался, согласился. А за спиной делал то, что он делал. Но был такой момент, когда они настаивали, что не за Союзное государство, а за Союзное государство. Я сказал, ну вот всё, дальше я вижу, бесполезно мне с вами разговаривать. Мы расходимся с вами, я покидаю вас. Вы решайте, как вы решите, так вы и отчитываетесь перед страной. Куда вы тащите людей? Михаил Горбачёв строил глобальные планы. На 20 августа намечалось подписание нового Союзного договора. После этого смена Союзного правительства, которое должен был возглавить лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Первым почувствовал опасность председатель КГБ Владимир Крючков. 5 августа он провёл секретные переговоры с министром обороны Язовым. И сотрудники КГБ начали прорабатывать несколько вариантов дальнейших действий. А уже в середине августа, когда стала известна окончательная дата подписания Союзного договора, Крючков собирает на секретном объекте КГБ некоторых из тех, кто войдёт в Комитет по чрезвычайному положению. Медлить больше нельзя. Медлить больше нельзя. День рождения главного редактора Гудка. Лукьянов на сениш поехал на рыбалку. Министр иностранных дел в Белоруссии. То есть народу-то не было. И вдруг, бах, получаешь бумаги, и там, здрасте вам, в Советском Союзе как не бывало. Генерал Вареников был одним из тех, кто пытался в Форосе убедить президента СССР отменить подписание Союзного договора и жёстко навести в стране порядок. Горбачёв почти час не принимал их, и будущие заговорщики любовались парком в недавно построенной летней резиденции президента. А потом появился Горбачёв и нас пригласил. Мы пошли за ним в его кабинет, так, гуськом, так сказать, Горбачёв, за ним, значит, Бакланов, Шенин, я и Болдин. Когда они зашли в кабинет, он к ним двум первым обратился и говорит, это Арест. Те говорят, да нет, мы как друзья приехали, надо решить вопросы. А, ну тогда другое дело. И накал, собственно, был весь снят. Начали беседовать. Я смотрю, он вообще ведёт себя недостойно. И он не обращает совершенно внимания на то, что ему говорят, что в стране случилось и что надо предпринять. Он не хотел решать эти вопросы. Он молчал. Вот. А потом, когда дело к концу подошло, он говорит, Вы знаете, Валентин Иванович, это Вы, военные, хотите так быстро всё, ать-два, вот буквально его слова. Я говорю, никаких не ать-два, мы хотим, чтобы было всё благородно и чтобы народ не страдал. Если так подвести итоги в отношении всего сказанного, он практически сказал ни да, ни нет. Ни за ведение чрезвычайного положения, ни до. Ему предложили, поехали с нами в Москву. Он говорит, я болен. Когда мы прощались, он со всеми за ручку попрощался, говорит, чёрт с вами, делайте как хотите. Знаете, когда Пучистова арестовали, и они начали каяться, есть же первые протоколы допроса, есть письма от Крючкова мне, они у меня лежат, ну и прокуратуры известны. И они каются и так далее. А потом Тизяков вдруг передаёт в остатках булки хлеба записку, чтобы передали через родственников, адвокатам и так далее. Какое требование Тизяковой пожелания? Что вы нюни распустили? Валите всё на Горбачёва. Вот и всё. Я до сих пор убеждён, что Горбачёв нас подталкивал к этому решению. Подталкивал, боясь трусливо взять на себя ответственность. Михаила Горбачёва на всякий случай блокировали в Форосе. Оставалось нейтрализовать лидеров демократической России и главным образом Бориса Ельцина, который должен был быть арестован в случае отказа сотрудничать с ГКЧП. Российский президент два дня провёл в Казахстане и в воскресенье возвращался в Москву после странного, затянувшегося общения с Тазарбаевым. По договорённости на ГКЧП Ельцин должен был приземлиться на этом военном аэробионе в Кубинке. И встречать его должен был я. И я, когда уехал из Кребля, я сидел и ждал до утра практически вторые сутки, когда мне позвонят, что надо ехать на аэродром. Звонка я не дождался. Я позвонил сам Крючкову и спросил, так, когда? Что ж? Он говорит, знаешь, извини, но он уже приземлился. Я говорю, как приземлился? Да, он, говорит, сел во Внуково-2. Его вроде как бы уже встречать не надо. И что? Ну, оказывается, он уехал на дачу. Дача Бориса Ельцина, куда собралось практически всё руководство Российской Федерации, была окружена бойцами отряда «Альфа». Легендарный командир отряда, герой Советского Союза Виктор Карпухин, лично руководил группой из 60 человек. Наши задачи сводились к тому, чтобы не допустить там скопления людей или обеспечивать переговоры, которые будут проводиться с президентом России, то бишь Борисом Николаевичем Ельцином. Даже для него машина была приготовлена, и он захочет уехать, если эти переговоры закончатся именно так, то мы ему должны были предоставить машину. И мне, я это повторяю дословно, было сказано, чтобы даже волос не упал с его головы. Бориса Ельцина и его окружение государственный переворот застал врасплох. Обо всём, что произошло, российское руководство узнало только утром 19 августа из сообщений Центрального телевидения. Это было уже 7.30, наверное, вот так. А мы жили рядом, особняки у нас в Архангельском с Ельциной, с семьёй. Я заскакиваю на Инну Осевну и Коржаков на пороге. Я говорю, где Борис Николаевич? Наверху, в спальне. Вот я заскочил, забежал в спальню. Так вот в кресле сидит Борис Николаевич, полуодетый, в крайне удручённом состоянии. Я говорю, Борис Николаевич, вы в курсе дела? Он говорит, да, я всё знаю, это переворот. Я говорю, а что ж вы сидите, побрейтесь, готовьтесь? Я говорю, нам надо действовать. Он говорит, а что действовать? Сейчас армию ведут, нас как цыплят посадят, просят. Ну, оценили, в общем-то, обстановку. Они начали сесть писать обращения к народу. А моя задача, значит, я её прекрасно понял. В первую очередь надо было обезопасить руководство России. Ну, долго дозванивались до Назарбаева, какой-то там серьёзного разговора не получилось. Он говорит, страшно напуган. Кравчук не стал говорить, там сослались на то, что, в общем, его нет, хотя он был на месте, естественно. Вот, потом с Грачёвым переговорил, я слышал даже разговор. Он говорит, ну, я воевать с народом не буду. Я, конечно, должен выполнять приказы, так, ну, воевать с народом я не буду. Так вот, в общем, такой малоутешительный были все эти разговоры. Бойцы «Альфа» приказ арестовать Бориса Ельцина не получили. Российский президент спокойно добрался до Верховного Совета, где уже собирались москвичи. К этому моменту появился и танковый батальон Таманской дивизии. Проходившие возле Белого дома танковую колонну остановили. Борис Ельцин забрался на головной танк и оттуда прочитал воззвание гражданам России. Гражданам России, в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранён от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. После этого танковая колонна двинулась дальше. занимать позиции согласно ранее полученному приказу. Верховный Совет России объявляет действия ДКЧП незаконными и призывает всех людей выйти на защиту российского парламента. Образован и штаб обороны Белого дома, который возглавил генерал Кобец. Организовали, значит, оборонительные рубежи. Три кольца было организовано с тем, чтобы можно было каким-то образом, ну, живым щитом, что ли, значит, обороняться. Много офицеров, генералов пришло, которые сразу получили соответствующие задачи. Были назначены командирами баррикад, соответствующих так, чтобы этому живому кольцу придать какую-то воинскую организованность. Подходят депутаты и говорят, что нам делать, что нам делать. Я выклинул в окно, уже начинают сооружать баррикады. Я говорю, вот, видите, говорю, ребят, двое ребят тащат какую-то ржавую ванну. Я говорю, видите, нас не спрашивают, что делать. Идите руководить баррикады. Сергей Евдокимов, начальник штаба танкового батальона Таманской дивизии, должен был десятью танками блокировать Калининский мост как раз напротив здания Верховного совета. Его рота осталась один на один с защитниками Белого дома, отрезанная баррикадами от остальных подразделений дивизии. Кто на Ходынке стоял, кто там на Туршинском аэродроме, они информации, я так понимаю, вообще никакой не получали. Стояли, стояли. А мы-то оказались гуще и всю информацию получили. И знали, что произошло. Весь день 19 августа майор Евдокимов провел в разговорах с москвичами и российскими депутатами. Все валили на танк без разбора. Пока стояли там, еще не переходили, там уже там специалисты и ключи там с машин подбирают, и катки откручивают, и песок там, подшипники наступают. Там всякое было. В результате мучительных раздумий майор Евдокимов решил перейти вместе со своей ротой на сторону Белого дома. Первая громкая победа демократов. Танки на защите парламента. Я побед, Рудской, я охранник Рудского. Все, больше никого не был. Ну и начался так уже ближе к делу, так сказать, разговор. Итог его такой, что Рудской спросил, ты понимаешь, что происходит? Я говорю, все прекрасно оценил обстановку и понимаешь. Понимаешь, они преступники? Я говорю, как мы сейчас говорим, без суда, но то, что неправильно делают, ясно, что-то не то затевается. Вот, преступное, неприступное, но что-то не то. Поможешь нам? Я говорю, помогу. Танки майора Евдокимова стояли возле парламента до конца путча, даже когда военные по приказу министра обороны Язова из столицы ушли. Подразделение майора Евдокимова оставалось как символ свободной России, новой российской армии. Хотя с военной точки зрения танки не представляли большой ценности. Они стояли без боекомплекта, и у экипажей не было даже стрелкового оружия. Ни одного патрона, ничего не было. И для чего? Да, в принципе, я сейчас не только понял, я, в общем, тут вернется на это. Да это больше было так, психологический ход такой, чем... Они нормальные люди прекрасно понимали все. 6-10 танков ничего тут не сделают, если начнется там серьезная такая заваруха, будем говорить, так, что будет вооруженное столкновение. Со свой поступок Сергей Евдокимов от новой власти не получил ни должностей, ни наград, кроме медали участника обороны Белого дома. Командование его Димарш не одобрило, и потихоньку из гвардейской Таманской дивизии майора выдавили. Сегодня каждое утро на стареньком проржавевшем «Жигуленке» седьмой модели Сергей Евдокимов отправляется в подмосковный город, где работает на базе вторсырья. Пенсии военного на жизнь не хватает, но Евдокимов не унывает. Считаю, что было сделано все правильно, решение принято абсолютно верное. После этого уже в шутку, и не в шутку, в полуфутку, в полусерьез, и сослуживцы, и коллеги по работам подначивают, партологи типа. Сы во всем виноват во всем этом. А скажу так, что что для того времени это решение было принято правильно, а вот что произошло дальше, в экономическом таком, в плане политическом, то, как говорится, я за это не отвечаю. Значит, все это делалось не ради там наград, славы там и какой-то там преливигированности дальнейшей жизни. Сегодня на Сергея Евдокимова можно смотреть по-разному, с уважением или с сожалением. За что же, мол, боролся майор гвардейской дивизии. Но где бы оказался Сергей Евдокимов, если бы ГКЧП действовало решительно и беспощадно, нетрудно представить. Ситуация, так сказать, стала выходить из-под контроля, при попустительстве, кстати, ГКЧП. И мы ввязались, это была наша ошибка, в бумажную войну с Ельцином. Ельцин издавал указ, я его отменял. Я издавал указ, Ельцин его отменял. И мы ошибочно думали, что Россия – это площадь перед Белым домом. Московский горком обязался вывести людей на улицу, провести митинги, поддержку на фабриках, на площадях. Но ни одного не правил. Вот ведь как на самом деле все было. ЦК, секретарь ЦК сидел и говорил, у нас позиция невмешательства. Какая-то протоплазма была, а не комитет, вы понимаете. И он несет, вот вторая сторона дела, как действовали. Не было четкого и ясного управления. Главком сухопутных войск Валентин Вареников до сих пор жалеет, что оказался в тот момент в Киеве. Иначе он бы заставил навести в столице порядок. Он слал из Киева одну за другой шифрограммы в Кремль. Здание правительства Российской Федерации необходимо немедленно, надежно блокировать, лишить его электроэнергии, телефонной и радиосвязи. Никто и ничто не должно остановить нас при движении к намеченной цели. Вареников. Боязнь крови и нежелание брать на себя ответственность за последствия, отсутствие открытой поддержки со стороны народа, все это парализовало коллективную волю членов ГКЧП. Все, что они сделали к концу первого дня путчи, это провели пресс-конференцию для советских и иностранных журналистов, где выступили в жалкой роли растерянных и оправдывающихся диктаторов, над которыми открыто издевались журналисты. И решение этих проблем. Можете нам сказать, какое состояние ваше здоровье? Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным? В 17-м или в 64-м годах? Геннадию Генаеву за это до сих пор стыдно и обидно. Я был на этой пресс-конференции в очень трудном положении. И морально, и нравственно, и физически тоже. Почему? Потому что, ну, бессонная ночь, волнение естественное, какие-то нравственные терзания, вот это вот самоедство. Тайна вокруг судьбы президента СССР самое уязвимое место в действиях ГХЧП. На этом сыграли противники путчистов, требуя вернуть законно избранного главу государства. Я должен выйти, объявить о болезни президента, а у меня никакого нет медицинского заключения. Мне все товарищи говорили, что вот-вот будет медицинское заключение о его болезни, а его нет. Так я же пришел не в цирк, правда? Я пришел на пресс-конференции, чтобы через средства массовой информации обратиться к миру. Я сказал Ельцину, мы не знаем судьбу президента, я говорю, надо ставить принципиальный вопрос о необходимости возвращения в Москву Горбачева. Ну, он говорит, а зачем нам Горбачев, то-сё? Я говорю, а иначе, я говорю, мы не выиграем. Вот это, я говорю, для нас спасительное звено. Знал Горбачев о подготовке переворота или нет? Поддерживал ли он ГКЧП или был против? Арестован ли президент СССР в Форосе или просто выжидает? Наконец, жив ли Михаил Горбачев? Все хотели знать ответы на эти вопросы. Лев Николаевич Толстой всю жизнь проработал в органах госбезопасности. Спокойный, интеллигентный, открытый для общения человек. Насколько, правда, может быть открыт офицер КГБ с 40-летним стажем. Во время переворота внучатый племянник великого русского писателя возглавлял 9-е управление КГБ СССР в Крыму и был одним из тех, кто руководил изоляцией президента Советского Союза. Блокировали были серьезные все это. Это нельзя говорить о том, что, будем так говорить, что вроде бы, это все проходило как бы театрально, непродуманно. Все было достаточно продуманно. Из Фороса никого не выпускали, даже обслуживающий персонал. Тем не менее, все дни заточения Михаила Горбачева обслуживали как главу государства. И президент, и его семья смотрели телевизор, слушали радио. Рядом всегда находились врачи. «Можно было и купаться, можно было и ходить в бассейн. Вот. В этой ситуации не лимитировано было предназначено, за исключением попыток вырваться за пределы охраны зоны. Что касается связи, то была она только в административно-служебном корпусе. Один аппарат, который контролировался представителем управления правительственной связи и генералом. Опасаясь за свою жизнь, президент страны при помощи бытовой видеокамеры записал обращение к советским людям. Михаил Горбачев окончательно открестился от кремлевских заговорщиков. К этому моменту из комитета фактически вышел один из наиболее принципиальных участников, премьер-министр Валентин Павлов. Я действительно самоустранился, потому что я понял, что игра-то пошла не по тем правилам. Я уехал к себе и сказал, все, вызвали врача. Он меня констатировал гипертонический криз, и сказал, лежи, брат. 20 августа, второй день путча. Критический рубеж противостояния ГКЧП и Верховного Совета России. В российском парламенте ждут штурма. Мы эвакуировали женщин, там, всех людей, которые, значит, не могли нам быть помощниками, могли быть только живым мясом, не более того. Раздали мы оружие, организовали непосредственно оборону каждого подъезда и ближайших подступов. Ну, как можно было сдержать штурм в аквариуме? Вы же помните, это здание хорошо себе представляет. Это просто невозможно. Поэтому я, как военный человек, сделал все возможное и невозможное, чтобы, ну, в первую очередь, сохранить президента России. Вот я утверждаю, что на заседание ГКЧП, это, я говорю, ответственно, ни разу не рассматривался сценарий штурма Белого дома. К Белому дому с ротой десантников прибыл генерал Лебедь. Десантников прислал Язов и командующий ВДВ Павел Грачев, чтобы избежать провокаций. Но до сих пор роль Грачева и Лебедя в этих событиях остается непроясненной. Прибыл, начал тут командовать, ну, так, вот сейчас сюда БТРы зайдут, здесь мы вот поставим десантников, тут, тут. Ну, я говорю, так, слушай, Орел, кто такой вообще? пришел тут командовать. Ну, пришлось оттянуть его, как положено, чтобы немножко приспустил пар. Те силы и средства, которые Лебедь перевел, вместе с Лебедями исчезли. Просто их не стало. Образовался вакуум. То есть тот вакуум, который давал возможность, значит, группы Альфа спокойненько, значит, преодолеть эти 70-75 метров и не поражая мирных людей приступить к штурму Белого дома. Работников комитета госбезопасности там было достаточно. Информация была полная. Все, что там происходит, и она передавалась дословно. Командир отряда Альфа Виктор Карпухин был назначен руководителем предполагаемой спецоперации по очистке здания Верховного Совета. В его распоряжение передали все военные подразделения и отряды госбезопасности. Но воевать с народом никто не хотел. Говорили о том, что поставят громкоговорители, что подтянут технику, что осветят это все прожектором, что произойдет фильтрация, и всех оттуда выведут, и, в общем-то, разберутся, что там происходит. Возможность штурма Белого дома долго обсуждалась с генералами Министерства обороны и КГБ. И генерал Лебедь, и генерал Карпухин заявили о том, что возле Верховного Совета будет море крови. Поэтому окончательное решение, и особенно план штурма приняты не были. Там не было человека, который мог бы принять решение просто среди них. Наверное, ждали все от Михаила Сергеевича Горбачева, когда он все-таки начнет руководить страной, и начнет руководить всеми теми, кто там собрался, вот в этом комитете ГКЧП, и в том числе руководить как Верховный главнокомандующий своими вооруженными силами. Защитники Верховного Совета России провели самую тяжелую и нервную ночь с 20 на 21 августа. Несколько раз объявляли тревогу. Но опасность только притягивает к Белому Дому москвичей. Тысячи безоружных защитников демократии живым кольцом стояли вокруг зданий. В окруженном баррикадами российском парламенте простые люди, известные политики и звезды театра и кино. Всех объединяет чувство справедливой борьбы за новую жизнь. Юрий Иванов работал в Верховном Совете юристом и в дни путча ему поручили охранять Мстислава Ростроповича. Знаменитый музыкант оставил все свои дела в Париже и приехал в Белый дом символ свободной России. Я бы сказал, что я горжусь за свою страну. И это со мной к сожалению не бывало часто. Потому что я знал, что эта страна изгнала таких людей, как я прошу прощения, давайте договорим быстро лишь. Простите, там по всей видимости начинается штурм здания, но я вас хочу дослушать. И все три дня полностью, 72 часа, были вместе. У нас образовался такой, можно сказать, артистический коллектив. Ну, вы увидели, где Ростропович, обычно туда все вот. У нас был Боря Хмельницкий, это актер театра на Таганке был еще. Потом Толя Ромашин, участный и непокойный, к сожалению, актер тоже. Был же с нами Геннадий Хазанов. Для Юрия Иванова это самые счастливые дни в его жизни. Он так и делит. Три дня и вся жизнь. В мельчайших подробностях вспоминая все, что происходило в августе 91-го. Мы говорят, сейчас приготовим всем противогаза, возможно, будет газовая атака. А Ростропович говорит, а у меня нет ничего. А Хмельницкий говорит, а у меня вот пачка презерватива. Так что наденем и все. Ну, Ростропович говорит, ну, если против ГКЧП и презерватива подходят, тогда точно мы победим. Это любимая фотография Мстислава Ростроповича. Она обошла весь мир. Он называл своего телохранителя Санчо Пансе. Третьи сутки обороны Белого дома. Ростропович ждет своей очереди, чтобы обратиться по радио к защитникам парламента. В результате этих действий деятельность законоизбранной исполнительной власти Союза СССР оказалась парализованной. Сложившейся чрезвычайной ситуации постановляю. На этом снимке, наобороте, потом мне маэстро написал музыку свою, пропел ее и написал «Дорогой брат Юрка, дорогой Санчо Панс, три дня, проведенные вместе в августе, самые главные дни в моей жизни. Обнимаю тебя твой славу, Амстислав Ростропович, августе 21-й год». Такая милая сцена, когда у него в руках автомат, Амстислав Ростропович обнимает этого молодого человека. Я хочу напомнить, что в эфире работала радиостанция Белого дома России. Для всех в тот момент было очевидно моральное превосходство защитников парламента. Проиграли путчисты и информационную войну. Алексей Венедиктов, тогда еще начинающий обозреватель новой радиостанции «Эхо Москвы», уверен, что журналисты не просто в противодействии диктатуре, они его организовывали. Люди просто узнавали, что можно прийти, что не все еще закончено, потому что показывали сначала только ГГЧП, все хорошо. И СМИ сыграли роль вольно или невольно организатора сопротивления путчистов. Очевидно, что у нас других вариантов не было. То есть тюрьма-ссылка в лучшем случае расстрел. Поэтому как бы тут без вариантов. Популярные ведущие телепрограммы «Взгляд» Владислав Листьев, Александр Политковский, Александр Любимов создавали информационный центр восставшего против Кремля российского парламента. Радио Верховного Совета вещало круглые сутки. Своеобразный пульс сопротивления. Если он исчезнет, значит защищать больше некого. 24 часа нужно людей держать на площади. Извините за цинизм ситуации, но как бы мы все заложники. И чем нас больше, тем меньше шансов, что на нас пойдут танки. В августе 91-го доверие к слову было очень высоко. Разговоры о свободе не казались пустым звуком, потому что за эту свободу люди заплатили кровью. Илья Кричевский, Дмитрий Комарь и Владимир Усов первые герои России. Они погибли ночью 20 августа в тоннеле недалеко от российского парламента, пытаясь остановить боевые машины пехоты, патрулировавшие садовое woundedness. Они накрыли брезентом, Пытались, чтобы брезент намотался на гусеницу. Действительно, то есть в какой-то момент его так перекорежило, он таскался туда-сюда. И вот в этот момент он попал, то есть там даже выдернуло. Он не видел, они тримплексы накрыли ногами, ребята, в общем, грамотно работали, наверное, десантники бывшие. То есть ногами, руками и брезент. И он два раза подал вот в этот парапет, вывернул себе крыло, и парень попал только вот потому, что он попал между дверью и вывернутым крылом. Любовь Комарь переживает смерть сына, словно это произошло всего несколько дней назад. В квартире до сих пор есть уголок Дмитрия, где хранятся его фотографии, медали, которыми его наградили в Афганистане и документы той ночной трагедии. Ну, он со мной, потому что, понимаете, он со мной рядом. Куда бы я ни пошла, что бы я ни делала. Потому что я ложилась спать, у меня он перед глазами, закрываю его, просыпаюсь, он у меня перед глазами. Любовь Комарь не может простить себе, что не удержала сына тогда дома. Они готовились к свадьбе, а попали на похороны. Хоронили молодых героев России десятки тысяч москвичей. Но Любовь Ахтямовна не может ходить на Ваганьковское кладбище, ей кажется, что сына там нет. Я его, во-первых, не узнала, и в морге не узнала. Для меня вот эта вот идея фикс была, я должна его увидеть в руки. Он это или не он. Его отпели, открывать ему, я говорю, вы откроете. Тут скандал, прибежал, значит, не заместитель, а как он, помощник Алексея Второго. Отец Матвий, я говорю, я хочу увидеть руки сына, я хочу с ним попрощаться. Я не попрощалась с ним, и вот я подхожу к нему, они меня вот так вот, руки назад, как Зоя Космодеменскую. Я говорю, да, и руки посмотрю. Ты упадешь на него. Я говорю, Леша, я... Так и не далее. Смерть никогда не бывает справедливой. И не стоит спрашивать у матери, напрасно ли погиб ее сын. Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский своей смертью остановили государственный переворот. Осталось только найти или освободить из плена президента СССР. За Михаилом Горбачевым в Форос отправили вице-президента России Александра Руцкого вместе с офицерами-пожарниками из Академии МВД. В Крыму уже находились члены ГКЧП Лукьянов, Язов и Крючков, которые пытались уговорить Горбачева спасти положение. Пропустили мы только Руцкого, депутатов к главному дому, к служебному, а всю охрану закрыли в клубе. Ну и если была бы необходимость, конечно, наш герой бы не доехал бы никуда. Здесь достаточно узких мест и крутых поворотов. Даже, ну никаких даже симптомов, позывов не было к тому, чтобы как бы даже тот же автомат снять с плеча. И когда я зашел в дом к Михаилу Сергеевичу, меня охрана пропустила. Зашел, первое, что я увидел Михаил Сергеевич, он вышел так и даже не брит был. То есть с утра не побрился был, не свежее лицо такое было, в полувере таком серого цвета. Ну, выражение лица расстроенное. Мы так подружески обнялись. Ну а дальше уже Михаил Сергеевич рассказывал, как он оказался в этой ситуации, там и все прочее. Вот мы сейчас полетим на моем самолете. Ну, я ему здесь сказал, Игорь Михаил Сергеевич, давайте так, я тут буду командовать. Потому что я не знаю, что здесь у вас происходит, кто в заложниках, кто узник. Забрав президента СССР и его семью, Александр Рудской благополучно вернулся в Москву. Государственный переворот закончился. В столице народ праздновал победу демократии. Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению были арестованы и уже давали первые показания. У здания российского парламента несколько часов шел огромный митинг и концерт победителей. Начиналась новая жизнь.